Милосердный Отец, помоги нам через живое Твое Слово познать истинно, чтобы истина укрепляла нас, наставляла, чтобы мы были верны в малом духовного роста, чтобы эта любовь, которая проникает в сердца наши, мы делились другими. Эти знания, которые мы получаем из Священного Писания, были разнесены и другим. Кто еще не слышал Тебя, Тебе слава, Отцу и Сыну и Святой Богу. Аминь. Аминь. Ну, как вот тут закладка. Начинаем, продолжаем тогда, да? Евангелие от Луки, 11 глава. 33-36 стих. Слова Писания. Никто, зажадче свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, ни на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма, если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то да будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Толкование. Поскольку завистливые в идее смотрели на чудеса, по злобе ума превратно толковали их, то Господь и говорит следующее. Люди, получившие светильник, выделен от Бога, то есть дар ума, которым мы смотрим, как бы светом над данным, сокрытым рассудительность, и, пооборочив себя завистью, не видят чудес и благодеяний. Хотя мы для того получили ум, чтобы поставлять на подсвечник, чтобы и другие видели свет. Входящее выделено, то есть есть вновь вводимое и начинающее. Увидели бы свет, ибо кто мудр, тот уже вошел, а кто еще учится, тот лишь входит. «Но вы, фарисеи, не захотели сделать всего, а око души, то есть ум, доселе прямой, исправили и затемнили. Ибо как око тело, каково само, таковым делает и тело. Например, если оно чисто, то и тело светло, а если оно темно, то и тело мрачно». Так же точно и душа располагается по состоянию ума. «Если око и свет, получаемый ей от Бога, начинают омрачать завистью или любостяжанием, вообще сказать, любовью к вещественному, то и она омрачится». Это действительно так, что все пороки, которые в нас до этого были, мы должны с Божьей помощью искоренять, прося в этом помощь, благодать Господу. Вот сегодня батюшка правильно сказал, что мы должны быть светильником в этом мире, помогать. «Так, игрушки все домой заберешь и домой несешь, в церкви чтоб больше не было. Она непрерывно в церкви играет. Служба идет, она выйдет, опять здесь ходит, болтается. Сказал Вася, чтоб ел вместе со всеми Василием Николаевичем за столом. До конца. Занятия идут, один хлюпает, еще час с она будет сидеть. Вы все за него отвечать будете, он вам не нужен. Вы с ним обращаетесь так, как будто это чужой человек. Он сгорбатился и ест, она ему подкладывает. Вот она стоит, кормилица. Сказал, ель за отдельный стол. И за стола Вася, все смеси. Он один, он никак в обществе не может быть. И здесь он даже, он не пытается. Он нас переделывает на свой лад, а не мы его. И вам это нужды нету. Иди, вытащи вот это, вылей, а собакам отдай. А его выгони оттуда. Пусть идет на занятия. Безобразие просто. Безбольное. Так, пройди в ту комнату и забери все игрушки. Разрешили сюда, занесли уже туда и все время там играют. Им даже нужды никакой нету. Я говорил не один раз, как внучата рождаются, бабок ликвидировать надо. Отдельно где-то держать на даче. У них главный лозунок. Ешь больше, спи дольше, все. И вот такая щушка вырастет. Так, ну что, считай, что там? Евангелие от Луки 11, глава 37-й, 41-й стих. Слова Писания. Игорь, нет, вы считаете вы плохо всех? Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавством. Неразумные. Не то же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостенную из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Пальцами никогда не мусорили. Сколько раз говорил. Вы стирайте шрифт. Потные железы. Везде наложил в закладок. Ничего. Через пять минут уже оторвали. Толкование. На. Голыми руками не касайтесь. У нас по закладок примерно тут сотни. Хотя Господь знает небрежительство фарисеев. Однако обедают с ним, потому что они были лукавы и нуждались в исправлении. Ибо для того Он обещает обедать с ними, чтобы иметь повод к улучшению нравов их. Например, и теперь, смотря не на разумные их обычаи, умывают перед кушением пищи, получают, что душа должна быть очищена добрыми делами. Так как полоскание водой очищает не душу, а тело. Они безрассудны думали, что через погружение в воде и омытие тела вместе с телом очищается и душа их. Поэтому Господь воспользовался прекрасным примером чаши. И как время было стола, Он упоминает о чаше и блюде и, заимствуя, свидетельство от того, что лежало перед глазами, убеждая от фарисея, что как нет никакой пользы, если чаша снаружи чиста, а внутри наполнена всякой грязью, так нет никакой пользы и в том, что в случае, если при омывании тела душа исполнена всякой нечистоты, например, хищение его правства, Господь сделал намек на две господствующие страсти их дев. Слово «хищение» выделено на любостяжание, словом «лукавство» выделено на зависть и следствие зависти. Итак, никакой нет пользы, если душа находится в таком состоянии безрассудной. Не тоже ли сотворил душу, кто сотворил тело, на котором вы так много останавливаетесь? Все, слава Богу, проскочил. Брежнев, слово «азербайджан» в третьей попытке выговаривал, ну понятно. Поэтому мы должны душу очищать, потому что научат их, как очищают внутренность, именно указывать на милости. Держи там, Христос одобряет мытье, молимся мы то другое. Если это было на первое место ставить, то нет. Вот что интересно, провели опыт, взяли культурные страны, Эстония, Прибалтика и Швеция сейчас. Оказалось, в Швеции моют чаще детей, больше там жидкого мыла и другого там. И дети, на сколько процентов лучше они уходят, на сколько больше они болеют. Вот собака на улице бегает, спит и все, теперь начни ее мыть. После второй, третьей помпы, мытья, она заболеет и сдохнет. У нее защитный слой. Она никогда не мылась. Ну, свиня один раз моется, когда заколит, а скопит на базар, она беленькая лежит. И вот каждый, как этот Лукашенко говорил президент, руки-то не вымоют. А тут, как этот вирус-то появился, готовы их со шкурой содрать, сейчас дома моются. Нас осуждают, что мы чашки не моем. Обтираем у нас бумаги, хватает, на растопку. Я вот смотрю, когда здесь моют, и тряпкой полотенцем утирают. Одну шашку утирают, другую, третью, со стола тряпкой утирают. Вы сами подумайте, что вы делаете. Лев Толстой об этом отдельно говорит. Вы размазываете эту грязь. Ну как, вот я говорю, как? Можете намочить бумажку, тут есть стерл и выбросил. Следующая опять чистая. А это одна и та же. Вот конец, который ты запачкала, и теперь тот конец. До того конца эту грязь тянешь. Грязь самая настоящая. Даже на это и то ума не хватает. Вот женщины покрышку поднимают, это вот кастрюля. Вот так поднимает, она и тут же ее опрокидывает боком. Все, что на покрышке было там внутри. А почему не отнесите в сторону полметра и тогда повернуть, если надо? Притом все, кто бы ни приехал одинаковые. Ну кто-то же учит этому. Я не поверю, что они по интернету учатся. Как кастрюлю открывать. Кастрюлю, ты поняла? Кастрюля варится, что-то она поднимает, и тут же над кастрюлей опрокидывает. Я положил ложку. Ну там опрокинул ложку, туда вот оно. Но вместо ложки, там разная пыль, нужно все везде, эта пылька. Ну вот так вот, в сторонку и теперь поверни, если надо. Положи в другой стороне, чтобы не прилипло. Элементарное, почему заученное. Заученное. У рыбы холодец варится из чешуи. Отдельная чешуя, отдельная варит, и ты посмотришь, какой холодец рыбий. Одна говорит, я детей прокормила там, где на оккупированной территории была, а одной этой чешуей. Я подбирала везде дома, делала, а к этому добавляли там грибы, там что надо. Нам все подавать в таком виде, чтобы она, булочка росла на березе, с маком желательно. Как Лев Толстой говорит, хорошо бы в этой воде, которую пьем, говорит, мясо заранее выварить. А еще лучше, говорит, когда рыба есть, сметание ее. А еще лучше, чтобы к этому была музыка и женщины. Вот тогда нам аппетит идет, как надо. Это Лев Толстой описывает. Ну, ты это не раз послушал, пойми, женщин, другое, музыку отбросили, дальше вываривать в мясе не будем. Следующее, и ты дойдешь к тому, что преломил хлеб, дал рыбу. А это несовместимое. Что несовместимое? А вот у вас сотовый мед на столе, говорит, ты рыба. Я говорю, а воскресший Христос на берегу, когда подошел, что у них? Сотовый мед и рыба. Что вы учите? Когда Евангелие говорит, что это самое усваиваемое желудком. Ты ел когда-нибудь мед сотовый с рыбой? С рыбой нет. Нет, сейчас пойдем поешь. Володя, ты даже не достал, а то мы храним для гостей сотовый мед. Ешь жить. Вот ты и пожуешь с карпом. Слово сказать, я был в Прокопьевске, а там священник, отец Карп. Карп это имя. Вот как лев, это зверь. И вот он вечером исповедует. Завтра исповедовать я буду или сегодня? Так вы мне башкой-то своей в пузо не давите. Они когда склоняются, батюшка, чтобы накладил, благословил-то. Ну и головой-то. Своей башкой-то мне в пузо-то не давите. Они его любили, бабки, не знаю как. Такой батюшка простой. Ну и правда хороший батюшка. Самый большой, на карпу похожий. Давай. Вот знаете, кто без платочка нос вытирает? Я знаю, в политических целях это скрывали, может быть. Генри Гиммлер. Главный вдохновитель уничтожения евреев. У Гитлера. И у Путина Жириновский Владимир Вольфович. Никогда платочка нет. Все время вот так. К ним здороваться нельзя. Прилипишь и будешь за ним ходить, как муха с липучкой. Смотри, пожалуй, как он, указав на милостыню, врачует обе страсти их. Разумею, зависть и хищение. Ибо кто истинно милостив, тот не будет ни похищать у того, кому он творит милостыню, ни завидовать ему. Итак, поскольку он порицал в них две страсти, то изгоняет их одним лекарством, именно милостыней, которая есть первая дверь благотворящей любви. Ну, в те же все время помощь. Ребенок больной. Я одна без мужа осталась, у меня бросила. Трое ребятишек, выросли бральный паралич, пятый родился с хвостиком. И вот начинает. Ну, кто-то решили по адресу. Пришли студент медицинского института в третьем курсе. Никакого отношения он не имеет ни к детям, ни к кому. Но чтобы выспали. И при том и справку достанет, там печать какая-то стоит, бабушкин каблук отпечатался. Вот, все у него как надо. Люди присылают деньги. Сегодня мне прямо такая петиция пришла. Помогите сколько можете. И у него там такие беды, горе. Все на нем нависло. А почему же ты не работаешь? Вопрос. Наш отец вот так руки не было. В семье 10 ребятишек. Неграмотный. Никогда не просил, а только давал. Заранее брок давал. Если только отпашу. Отпасу. Отпашу. И не потеряется ни одна вещь. А там были беспризорные бабушки двое в одном доме жили. Половина барана. И мы это знали. Отрубил я обещал Богу. Без потерь. Вот как нас приучили. Давай. А где любовь, там какое любостяжание и зависть. Псалом 61, 11 стих. Все, все? Ну да. Все. Так. Ты вот что. Приедешь домой. У тебя такая книга есть дома? Есть. Ты попробуй ее насчитать. Микрофон. Каждый день насчитывай по главе. А потом сверяй. Так будешь считать. Ну что ты делаешь? А совсем не те буквы ставят. Сам себе строгим. Какими вы там. Рецепт. Который проверяет. Контролером. Вот мусульмане знать не знают. И говорят. А у вас Библия переписывалась? Я говорю. 2000 лет. А Батия 3600. Ну так ее испортили. Поэтому переписывали. Каждый вставлял. Что хотел. И написано. Господь говорит. Я бодрствую над словом Моим. А Господь говорит. 24 глава Евангелия от Матфея. Небо и земля исчезнут. Приедут. Но ни одна йота. Умельчаешь эту букву. Это у нас йота. А у них там корючка такая стоит. Как запятая. И ни одна черта не пропадет. А как переписывали? Ты посчитай. Специально для этого собирались люди. Там сафары. Как их называли. Они должны быть только евреи. Только евреи. Тщательно вымытые. Какое чернило. Из чего оно делается. Какой перк богамент. Из чистого животного. И его дальше учат. Триерует. И он дальше переписывает. Начал писать слово Бог. В это время хоть царь, хоть кто его имеет права оторваться, пока не напишет. И написал строчку одну. Теперь по буквам сидите считает. Так. Тридцать восемь. Опять считает. Тридцать семь. Напротив каждой строчки знак равенца. Сколько букв. Там тридцать семь. У меня тридцать восемь. Он третий раз. Он бежит к учитель. Учитель. А там все сходилось. А тут не сходится. Прочитать надо на три раза. Определенное правило. Где букву? Он тогда посмотрел в оригинале. Они там сошлись. Там пробел. Там правильно. А ты это даже не замещаешь. И ты записал правильно. А вот если проверяет. А он проверял. Три ошибки найдены. А он переписывает уже пятый год. По буквам. По одной. Это на телящей коже. Свитой безжалостно уничтожается весь. Проверять больше не буду. Три ошибки. Вот как в ютубе. Предупреждение сделали. Сколько оно? На месяц кажется. Там три месяца. Действующее. Второе предупреждение сделали. Ты завис. Ты висишь. Третьего не бывает. Третье они выносят. И сразу уничтожает канал весь. И у меня даже было два предупреждения подряд. Я дрожал там. Молился. Я не знаю еще только. К Богу. Всех поднял на ноги. И Вячеслав написал Семенов письмо. На бумаге. Узнал адрес. В Америку. А тут как раз. Этот. Вирус. Сараган оставил. Будут они в руки его брать или не будут. Ну там все написали. Все. А из-за чего? Я взял два ответа. С сайта. Свои. И чужие. Которые я давал в университете. Когда сидят тут и КГБ приходили. И городская администрация. И краевая. Профессора. Тут кого-то у меня не было. Претензий ни от кого не было. Они претензии замели. Я взял из папки евреи. И там ответ. Архиепископа Владимир. В таком-то году. До революции. И он отвечал на этот вопрос. Я взял и поместил. Из журнала. У меня даже в мыслях не было. Что это может быть. Ну как там экстремистское. Или как-то. Предупреждение. Я тогда заставил искать везде. Сам все это. И папку все смел. Убрал. Ждали, ждали, ждали. Три месяца. Через три месяца. Они все снимают. Полная реабилитация. За тобой ничего не числится. Я тогда не стал сам ставить. Передал другому. Неоднократно проверяете. Когда снимать замки другие. Я только заголовок управляю. Готовый. Мной составленный. И Бог милует. Июля, август, сентябрь, октябрь. И четыре месяца. У нас нет ни одного замещания. Так у нас два канала. Понятно? Я это нахожу отсюда. Переношу на то. Я что-то пишу только им. Другим образом. Попробуй насчитывать. Вот у меня был здесь роман «Малыш». И мы молились. И я ему утром засчитаю. Псалты же даем считать-то. Посчитай, псалтырь. Я говорю, ты считаешь так, как будто бы смеешься над этим. Нет. Считай. Он просчитал. Запиши. Он на магнитофон-то записал. Стал слушать. Куда же годится-то. Тебе надо самого себя послушать. Ты меня понял? Услышал, услышал. Так. Гляди внимательно. Это очень важно. Он этого не видел, пока не записали. Пока ему не сказал, записывай. Там. На микрофон. А теперь послушай сам. И сравни, как ты считал. Какие там события. Ты слышишь, какая такая насмешливая тональность у тебя всего? Да. А до этого, я говорю, вчера ты понимал? Нет. Надо знать путь, как подойти. Интересно. Интересно, на Патриарше Курдах нынче будет. В это время берет в голову, трамвай отрежет. Интересно. Сидели. Придумал он. Земля не круглая, плоская. Такая, как Сталищица. Земля. Ложь. Ложь всякой от сатаны. Если солнце смесит здесь, то оно не может никуда. Только на хоть какой длины стол делай, она над ним висит. Прямая доска. У нас сколько? Я говорю, 8 утра. А мне оттуда звонят из Америки. А у нас 8 вечера. У нас 12 ночи, у них 12 дня. Если это по столешнице, тут одинаково солнце должно светить. Тут доказывать не надо. И корабль, когда идет в море, далеко, там ровное все море. Сначала показывается мачта. Потом видно, что там руководящий этот центр, рубка. За рубкой уже дальше сам корабль выплывает. А где-то это он был. Ну, шар-то горбатый. Сначала видишь, из-за нее мачта подъявляется. Доказывать даже не надо. Нет. Я говорю, а как? А никто не летал туда. Я говорю, а как космонавты? У нас тут есть один наш. Сейчас есть такой. Космонавты есть, да. Не летали. Они никуда не летали. Специально назначили вы. Получаете деньги, никуда не летали. Ну, а сгорали которые? Никто не сгорал. Доказательств не надо. Дух лжи вошел. И уже бесполезно говорить. Ну, первый день я пытался его. А там нельзя никак трогать. У него ни доводов, ничего нет. Я говорю, считай. 11.32. Третья книга Ездры. Третья книга Ездры. 11.32. 32 стих. И дана была ему власть на всем земном шаре. На всем земном шаре. Выражение, то есть чисто астрономическое. Земном шаре. Не на земной тарелке. Не на земной столешнице. Понятно? Нет. Я говорю, ну птицы-то полетят, написано по воздуху. Полетят плови. Ну, твердь. Воробей летает. Он не вон в космос залезает, а он летит по тверде. Воздух твердый. Твердый. И когда корабль оттуда спускается, из космоса, у него там, если только щек, сгорит без затла. Ну, метеориты летают, когда-то видно, как за ними свет. Вот Господь окружил, и твердая вода. Вот с моста если здесь броситься, ты ударился, как в лепешку сразу. Тебе кажется, ты в воду пойдешь. Нет, ты от нее отскочишь. Ты ударился об асфальт. Ничем не разница. Парень там что-то на лодке был, а другой на мосту. И он за ним прыгнул. Не успели ничего сделать. Два трупа вытаскивают. И ты вот попробуй теперь сам насчитывать. Однажды он заспорил, а заспорил крепко. Утром слег. Как заходишь, направо у нас, которая вторая, вторая палата. Лежит, моргает глазами. Я говорю, Аня, Роман, что решишь? Не знаю. Два дня проходит, встал. Два дня, как под кошами лежит. Это не с одним человеком я замечаю. Как только начинает горды бащик, так сразу два дня я уже знаю. Надо, говорит, уголь в воду носить. Это не я делаю. Здоровый, крепкий мужик. Крепкий, просто настоящий мужик. Трудяга, работяга. Все отнял сатана. Все бросил. В наручниках повезли домой. Ты понял? Спорить не надо. А надо вести. Только прищищался у батюшки. Через день батюшка недействительная. Церковь недействительная. Страна Российской Федерации владеет чужой землей. Не должна быть. Президент наш ненастоящий. То есть у него уже ни остановки, ничего не было наматывал. Ясное дело, что нас обманул. Говорит, что я не буду управлять, паспорт получить. Никуда не пошел. Паспорт показывает, сжигает всю дизу. И все это снимает. На лбу усыновил. Один дух не бывает. Их легион. Вот с этой лжи о плоской земле, он пришел к плоским мозгам. А мозги-то какие? Это грецкий орех настоящий. Поехали. Слово, что даже Гагарин сказал, как говорит слово. Так, поехали. Евангелие от Луки 11, глава 42, 51 стих. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смятой, руты и всякой овощей. И не родите о суде и любви Божией. Все надлежало делать и того не оставлять. Ты только будешь считать, а ты пробуй себя. Я приехал в Ташкент. Архиерей сразу же у меня в священнике. А ну давай, говори там, паки-паки. А я уже учился. Семинарский курс закончил. Я начал. Он стоит с жезлом. Громче. Паки-паки, миром Господу помолимся. Я говорю, громче. Я не могу, он у меня так палкой, ну не палкой, а жезл у него называется. Он так у меня легонько в ребра ткнул. Ну уж такой ты и будешь. А вы все это, говорите, сопите. Чего она говорит, ни одного слова не слышал. Говорит о больных, а сама полумертвая. А ты беды не подай. Так, чтобы от тебя, говорят, искры летели, здоровье твое. А то еще, главное, сам отдохло, еще как он там массаж делает. Она втирает болезнь в него, в человека. Ее судить надо за это. А как быть здоровым? Не нервничай. Не злись, не злопамятствуй, не ревнуй. Чтобы нигде у тебя ничего этого не было. Чтобы довольна была всегда. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Одно нервная почва, 90% болезни всякой. В Англии образовали, если не ошибаюсь, в Англии, клуб молодых бабушек. Директором поставили 25-летнюю. Значит, она в 13 лет родила, а дочка в 12. Директорша, 25 лет бабушка. Пошли. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, учитель, говоря это ты, нас обижает. Вот сегодня начнем, говорю, сколько у меня священников обижены во всей стране. За рубежом, даже в Америке обижены. А почему? Просчитали. Вот они мощи терзать, кости пилят там. Я сказал, не надо, захороните. Господь сказал, в прах и в прах возвратишься. Нельзя быть некромантом. Я же ничего не добавляю. Я говорю, вы сначала с этим разберитесь. Прах и в прах. Почему вы его толкаете, зашиваете где-то в кресты. Господь же не сказал, в прах возвратишься. Еще непонятно. И христианство говорит, дух идет к Богу, а прах тот, откуда взят. Вот, чисто дикарский способ придумали. У дикарей как, вот он убил его, теперь из него сердце вынимает, съел, его храбрость переходит в меня. А у нас ничем это не лучше. А ты наоборот, нашел мощи, похорони их с благоговением. Я ей говорю, собрать все мощи, где там храм Христа Спасителя, с патриархом, со всеми этими хористами, артистами. Говорят, захоронить. А сейчас он сделали для военного кадильницы. Кадильница, батюшка, который, кажется, 4, что ли, килограмма. Нет, больше. И туда насыпают он так, чтобы ладан расходился на полтора километра. И специально поддувальная машина стоит на кадиле. Попробуй к нам подойди. Да у нас тут такой аромат, половина в обморке лежат. И главной иконой, как набрали там Матвиенко, Шойгу и Путин в храме, мозаикой. Люди там все это видят и что. А это не икона, это просто украшение. Икона. Дальше. Полным голосом. Только смотри, не опоздай. Значит, что я тебе наказал? Скайп установишь себе, Володя. И начинай считать. Первый том. И все ошибки, если где-то это найдешь, заново отрывай эту углу, заново пересчитывай. Не пыкай с пятого разгона. Сразу, щетка и ясно. Как писал Александр Сергеевич Грибоедов. Считай не так, как Пономаря, с чувством, с толком, с расстановкой. Постой же на риске, щепни на записном. Проскою Федорову в дом. Звать на форели. Он знал, кому звать, кто родит скоро. Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена, неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствите о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала, пошлю к вам пророков и апостолов, из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролито от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего. Толкование. Фарисеи, именно для того, чтобы не приступить к закону, давали десятину из самих незначительных предметов. И если кто употреблял, упрекал их в мелочности, они ссылались на закон, который повелевал приносить священникам десятину от сего. Поэтому Господь и говорит, как сим вы не пренебрегаете, так надлежало вам творить суд и любовь Божию. Поскольку фарисеи были неправосудны, притесняли вдовицы, сирот, но Господь говорит, должны вам иметь суд, то есть правосудие. Поскольку же они были презрительны и к Богу, без рассуждения, простирая руки к священным делам, но Господь заповедует им иметь, выделена любовь Божия. Ибо кто любит Бога, тот и к делам его не приступает с небрежением. Господь же говорит, вы подобны гробам, которые полны всякой гнилости, а снаружи блещут мрамором. Люди по наружности их не узнают, какими правилами они руководствуются в жизни, почему они хотят. И если бы знали, то отправились бы по причине внутренней скверности. Законник безрассудно сам себя подвергает обличению. Законники были иное, чем фарисеи, иные. Фарисеи считались подвижниками и отсеченными от прочих, а законники были книжники и учителя, и для желающих разрешали вопросы из закона. Они, в кавычках, законники, налагали на людей бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами не дотрагивались до этих бремен и перстом своим, то есть сами ничего не соблюдали из того, что заповедовали прочим. Ибо когда учитель сам делает то, чему учит, тогда он облегчает бремена, подавая в самом себе пример и ободряя учеников. Попутно вопрос. А вот если бы они это выполняли, что говорили, вот там руки мыть, то другое, то замечаний бы не было от Господа. Главная причина, что то, что не выполняли, или вообще то, что выполняли, не выполняли, оно было ненужное. Не выполнять это тоже надо было. Тут говорится о том, что они должны были делать. Но они теперь делают, делают, делают то, что не нужно. У них такое было, по базару прошел, не прикасался еще, просто мимо, в детство, будешь приделывать, домой руки помыть надо. Воздух ядовитый. И при том, они это в школах преподавали. Главное, Бог для Бога. А родители, а родители, черт родители, земное все. И они научились говорить, когда подаешь родителям, я говорю, привел барана тебе, отец, отец, ну слава Богу, сынок обо мне заботится. Он говорит, карван. Я говорю, что ты, что ты? Карван означает, я это Богу посвятил. Оно уже Божие, я тебе даю. А он теперь, если возьмет, ему смертная казнь. Он украл святотатис. Понимаешь, как они все это придумали? Я считал про это. Говорит, двигаться в субботу нельзя. Спрашивает, а по воде плыть? По воде плыть можно. Он тогда садится в машине на грелку, на резину, он на воде. А когда, говорят, свадьба идут, там двое идут впереди, на колеса льют воду. А свадьба движется. Ну, насколько это застоверно, говорят евреи сами. У нас была еврейка, она принесла журнал, он называется Лихаим. Я говорю, Лихаим. Лихаим. Но там буква Е стоит, Лихаим. Я говорю, что это означает? Ну, это как, выпьем, братцы. Примерно так, говорит, радостный возглас. И там большая статья. Жиды, жиды, везде жиды. То есть, он берет ее, высмеивает это. Еврейский журнал. Хороший, много я там нашел полезного. Она у меня, еврейка, это, осаживала не один раз. Она прошла около остановки, и говорит, там остановка, ну, и там, маленько закрыта. Лежит мужчина, под скамейкой, из-под него лужица течет. Вы думаете, какой национальности? Ну, какой? Наверное, русский, конечно. Еврей лежать там не будет. Весь ответ. Татьяна Кузьмина, помнишь? Она говорит, за 200 тысяч лет, дальше нам трудно следить. Говорит, ни одного еврея во всем мире не было неграмотным. Я убедился в этом. Совсем не худышный. Все равно они его протащат, все равно ему диплом дадут. И теперь он будет из кабинета в кабинет бумажки носить. Он больше не может. Он слабо у него. А увидели мои ответы, беседы все время. Она написала, любого жида за поезд заткнете. Особенно вот эта зимой верхняя одежда ваша, в каком плите не являетесь. Тут больше ничего не скажешь. Первый раз пришла на занятие в университете и пирожки мне сойдет. Я говорю, еще Гришка Распутин что ли на травных пирожках проехать. Не, не надо. Она у нас была. И один раз вот этот кресло исчез. Я начал, а ее не было, тут она не была, что-то. Наконец она является с крестом. Да как-то могла взять. Тут люди приходят и исцеление надо. А у меня сестра болеет. Вон он крест. Покажи вам тогда я. Вот. Считаю, что это крест расстрелянного священника. Мне подарили его. Я сидел, один зашел в комнату ко мне и говорит, закройте глаза. И на меня его надел. Но тут цепочка была настоящая. Около тюрьмы нашел. Я его с ипольщика убрал, а его с собой брал. И меня арестовали с ним. А он серебряный, его сразу отберут. Как его куда пронести-то, когда вперву заводят, и когда ведут-то запрос там, где специальный миноискатель звенит. Я тогда, как-то кейс дали, горбушка-то, кирпич хлеба-то, я столько вот его, которое отрезано, я оттуда выбрал мяки, что-то положил, наискосок входит, и заляпал опять хлебом. Ну, все засохло, и там никогда не узнаешь. А проверять там еще, проверять хлеб, кто будет? Я следователю говорю, Виталий Николаевич, у меня есть одно дело, такое, домой отправить, я боюсь, как бы, тут меня отняли. Да кто же проверяет? Проверяют, но я пронес. Пронесли? Я говорю, да. А говорили, тут иголку даже, иголку не найдут, а это не нашли. Ну, я говорю, дай слово, что ты донесешь, Надежде Васильевне отдашь. Я тогда корочку эту взял, разломил, он до того удивился, сразу встал и вышел. А вышел, ему через коридор там другой следователь допрашивают, ему охота похвалиться. Вот у меня допрашивают кого. Вот спрятал, никто найти не мог. А там сидел один парень, допрашивали, я его не знаю. И потом этого парня в нашу камеру, и он рассказывает, да, я говорю, это мой крест-то был. Видишь, как совпадение какое. И он, я прихожу домой, а дома у меня крест лежит. И вот он сейчас здесь лежит. Мы никого не благословляем, каждый, кому надо, берет, целует, прикладывает. Болеешь где, Да, больной душой. Возьми, поцелуй, там, приложи к больному месту. Когда пройдете. Ко мне приехал один из старобрядцев. У него вены, вены на ногах, операцию делать. Я говорю, Андрюша, у меня вот крест идет, ну-ка дай сюда. И он его помолился, прийдет, утром встал, нигде ничего нет. Не болит. Я понял, великая ценность. Я все время прикладываю глаз. Что? Лекарство само собой. Твои заслуги никто не отнимает. Лекарство. Маленькое, можно много не отнимать. Интересно? Это на практике то, что мы считаем, чтобы не были гробы окрашены. Так, наверное, надо подвигаться вам. Да. Давайте. Я услышала, Знаки, хочу. Будем стараться. Не забудь. Можно на ногу приложить? Можно. Поцелуй в начале. Благословение. Здравствуйте. Помолиться. Все нормально. Не выше 10 сантиметров должно быть. Не каблук. Видимо, там где-то у тебя подтягивается. А растешь. Вот она как. А, мам, у тебя зацепилась. Лена. Ну ладно. А впереди, видимо, руки-то когда берет вот так, она поднимается до руками. Потому что тут, я смотрю, я... Ладно, ладно, 10. За 10 не заходите. Господи, слава Тебе. Все слышно и слово Твое, помоги нам исполнить. А Тебе слава и хвала за всеотец, сын и святой Дух. Аминь. Благослови брата Андрея в путь. Возврати его к домашним, с миром Твоим. Аллилуйя. Аминь. С Богом. Спасибо, Христос. Спасибо. До за молитву. Спасибо. Так, смотри, философ.